Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Литература, леопарды и новые проекты. В Сочи приехали руководители олимпийского проекта. В Сочи рассказали, сколько дорог отремонтируют в ближайшие два года. Появятся и новые скверы. В свободной продаже в сочинской аптеке обнаружены сильнодействующие препараты без лицензии. Юношеская сборная края по тайскому боксу стала лучшей в России. В этом заслуга и адлерских спортсменов. Продолжение ранее начатых проектов и развития новых. Об этом шла речь во время визита в Сочи руководителей олимпийского проекта. Жан-Клод Кили, Дмитрий Чернышенко, Рене Фазель обсудили планы сотрудничества с мэром курорта Алексеем Капайгородским и посетили образовательный центр «Сириус». Жан-Клод Кили, Рене Фазель, Дмитрий Чернышенко не раз бывали в «Сириусе». Их фотографии с дарственными надписями здесь на почетном месте. И вот новая открытая встреча, на которую приглашены около 400 воспитанников образовательного центра. Прекрасным наследием зимних игр назвали «Сириус» его гости. Дмитрий Чернышенко, экс-руководитель оргкомитета Сочи-2014, заявил, большего эффекта от проведения Олимпиады придумать нельзя. Ну а Жан-Клод Кили, пока возглавлял координационную комиссию Международного олимпийского комитета по проведению сочинских игр, стал поклонником России и русской литературы в частности. Так что на вопрос из зала. Какое ваше любимое произведение российской литературы? Ответил небольшой лекцией о преемственности творчества писателей, начиная с Пушкина. Вообще разброс тем дискуссии был велик от литературы до спорта. Показали гостям и новую школу «Сириуса», как пример развития олимпийского наследия в Сочи. О дальнейшей совместной работе шла речь и на встрече с главой города Алексеем Капайгородским. Будем очень благодарны и признательны, если вы тоже подадите нам идеи, примеры соответствующие. С вашим мировым уровнем, таким полнопрофильным масштабным опытом, чтобы мы это все использовали здесь, на нашей территории. Для нас самое главное время – это прошлое, настоящее мы и будущее, которое закладывается как раз для наших детей. Мы смотрим в будущее, рады видеть вашу вовлеченность и готовность развивать олимпийское наследие. Готовы сотрудничать с вами и дальше. Центр восстановления леопардов – один из олимпийских проектов. Некогда маленький гром уже вырос, живет в парижском зоопарке. Жан-Клод Кили продолжает интересоваться его жизнью. Гости из МОКО заявили, будут и дальше участвовать в общих проектах. Еще один – перспективный развитие международного сообщения. До скорой встречи. При прощании эти слова звучали чаще всего и на русском, и на английском. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым и его заместителем Василием Швецом прибыла в Чехию, где посетила завод «Кристалликс» по производству богемского стекла. Изделия, известные во всем мире, их производят по старинным чешским традициям. Первое и пока единственное в России предприятие по росписи этой продукции работает на Кубани, в Тихорецком районе. На переговорах с руководством завода Вениамин Кондратьев рассказал, что край заинтересован в том, чтобы организовать в муниципалитете полный цикл производства чешской посуды. Тем более, что примеры подобного сотрудничества с иностранным бизнесом у региона уже есть. В завораживающее зрелище, как из раскаленной капли расплавленного стекла, бокал обретает свои идеальные формы. В жидком состоянии температура материала выше 1000 градусов по Цельсию. Карусель, так называют этот аппарат на заводе, придает изделию внешний вид и параллельно соединяет его две основные части – ножку и чашу. Садача сделать все с ювелирной точностью, без всяких оговорок. Новые строители с хоприви робят 35 тысяч кусов. Соединение чаши и ножки бокала происходит по технологии заглаживания. Место соединения нагревается до определенной температуры. Стекломасса растягивается, и бокал становится одним целым, без единого шва. Точно так же, как при ручной работе. Если переход будет заметен хотя бы на ощупь, это уже брак. Богемское стекло – национальное достояние Чехии. Первые цеха стеклодувов здесь появились в конце 13 века. Городок Новый Бор – всемирно известная область по производству кристаллинового стекла. То есть без содержания свинца, что позволяет делать изделия более легкими, тонкими и изящными. Завод в Новом Боре – крупнейший в мире по производству питьевого стекла. Мастера не только выплавляют бокалы, графины и стаканы, но и декорируют их. Ручная роспись по стеклу остается одной из основных технологий. На первый взгляд, работа несложная, но требует невероятной концентрации и внимания. За смену через руки мастера проходят примерно полтысячи бокалов. Мужчин-декораторов на заводе нет. Женщины к этому делу подходят гораздо хладнокровнее. Это готовое изделие. Напыление краской на дне бокала. Когда мы этот стакан переворачиваем, то видно, что свойство преломления стекла. Бокал есть розовый и играет краской. Чтобы купить подобную красоту, не обязательно ехать в Чехию. Правами на декорирование богемского стекла обладает Кубанский завод в поселке Малороссийский. Подобное производство в Тихорецком районе – единственное в России. Бокалы и стаканы для их дальнейшей гравировки и росписи привозят прямо из Нового Бора. Визит губернатора Краснодарского края на завод в Чехии – это намерение расширить границы сотрудничества. На Кубани готовы не только декорировать, но и выпускать саму посуду. Вениамину Кондратьеву показывают сердце завода. В этой ванне, собственно, и происходит рождение знаменитой богемской стекломассы. Здесь смешивают известняк, песок, кальций и получают расплавленный материал для легендарных бокалов. Масштабы впечатляют – 55 миллионов изделий в год. Это целый завод. Вот завод, который может, на самом деле, в рамках такого огромного производства делать такие красивые бокалы, пужеры, посуду. На самом деле удивительно. Вениамину Кондратьеву показывают весь цикл производства. Особое внимание – контролю качества. Малейшая неровность, и бокал отправляется на вторичную переработку. После упаковки продукция отсюда отправляется в 70 стран мира. Серьезная часть экспорта нацелена именно на Россию. В нашем Краснодаре, в нашем Краснодарском крае узнаваемый бренд. Я вот держу то, что может быть и поесть. И очень популярно, да. К нам покупать обратно, моим приветом. Да. Сами чехи признаются – визит главы российского региона – одновременно неожиданный и приятный жест. Ведь такой прямой диалог губернатора с потенциальным инвестором говорит о серьезности намерений. В Краснодарском крае готовы помочь с запуском нового производства и создать для него комфортные условия. И, судя по всему, такая площадка для бизнеса заинтересовала богемских стекольщиков. На встрече с Вениамином Кондратьевым лично присутствовали владельцы завода. Они обсудили детали возможного сотрудничества по строительству своего первого в России производства посуды из чешского стекла. Если вам интересно наше производство, есть какие-то предложения, мы хотели бы послушать вас. Конечно, это важно, чтобы такой бренд зашел непосредственно в Краснодарский край. Это естественно, потому что это престижно для любого, я уверен, российского региона. Это важно. Экономика региона развивается достаточно динамично сегодня. В том числе, еще раз подчеркиваю, мы не упустим возможности, если нам удастся договориться, чтобы завод «Кристаликс» разместил свои производства в Тихорецком районе. Для нас это принципиально важно. Еще раз подчеркиваю, мы готовы оговаривать сегодня условия. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос и в престиже, и, в первую очередь, в занятости населения. Потому что Тихорецкий район – это у нас агропромышленный район. Сегодня я переживаю за то, чтобы, конечно, не только агропромышленный комплекс развивался, но и промышленный в целом. А для Тихорецкого района размещение заводов – это очень серьезный экономический рывок, как и рывок экономический для всего нашего края. Весомый плюс в пользу Кубани – огромный рынок сбыта. Большое количество отелей, ресторанов, по сути, весь санаторно-курортный комплекс. С учетом отдыхающих целевая аудитория вырастает до 17 миллионов человек. Поэтому возможно, что в скором времени появится новый бренд – кубанские стеклодувы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Перспективы сотрудничества Кубани и Чехии сегодня обсудили губернатор края и полномочный посол России в республике. Венемин Кондратьев встретился с Александром Змеевским в Праге. Они обсудили перспективные направления для партнерских отношений между регионами двух стран. Краснодарский край заинтересован в локализации производства чешской сельхозтехники на Кубани, в частности, малых тракторов и сейлок. Также Венемин Кондратьев добавил, что экономически выгодным для инвесторов будет и строительство завода по производству бутылок для вина, так как винодельческая отрасль – одна из ведущих в крае. Полномочный посол России в Чехии Александр Змеевский подчеркнул, что окажется действие в этих вопросах. Переход на новую систему финансирования строительства обсудили сегодня на Всероссийском совещании. Его провел глава профильного министерства Владимир Якушев. Встреча прошла в формате видеоконференции. Краснодарский край представлял первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеенко. Он рассказал, что на Кубани новую систему внедряют активно согласно плану. Больше 20% незавершенных пока домов застройщики возведут за свой счет. Еще 5%, а это 600 тысяч квадратных метров жилья, закончат благодаря проектному финансированию. Сейчас банки рассматривают заявки. Краснодарский край находится на хороших позициях. Мы достаточно активно переходим на новую систему финансирования. Мало того, достаточно много объектов, которые находятся в высокой степени готовности, которым не требуется ни банковского финансирования, ни дополнительного привлечения средств дольщиков. Конечно, есть объекты, которые никто не в другую категорию не попадает, но с ними работают предметно и уже с каждым индивидуально. На Кубани в долевом строительстве участвуют больше 280 застройщиков. Они возводят свыше 17 миллионов квадратных метров жилья. Но эскроу-счетами пользуются пока только 14 компаний. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи рассказали, сколько дорог отремонтируют в ближайшие два года. На совещании обсуждали реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году по нацпроекту отремонтировали 63 улицы и еще одну капитально. В городе обновили почти 85 километров дорог. В первую очередь ремонтировали улицы с интенсивным движением и высокой аварийностью. На совещании по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» были озвучены планы на 2020-2021 годы. Так, в следующем году в Сочи отремонтируют 86 улиц. Это более 70 километров обновленных дорог. В основном ремонт коснется Лазаревского района. В 2021 году техника зайдет на 66 улиц. Это более 60 километров свежего полотна. Также дополнительно из краевого бюджета выделят деньги на проектные работы по обновлению прилегающих дорогам территорий. Обсудили и программу формирования комфортной городской среды. В этом году в Сочи станет больше на 4 парка и сквера. Последний вагон мы запрыгнули по Мацесте. У нас до победы до последнего момента не было экспертизы. Глава подключилась, экспертизу сделали за два дня. Экспертное заключение прошло, 154 миллиона, финансирование определено. На эти деньги на Мацесте проведут финальный этап благоустройства набережной вдоль реки с соединением ее с Теренкуром. Еще 15 зеленых уголков появятся в Сочи за счет внебюджетных средств. Сочинские школьники могут принять участие в инженерных соревнованиях. Для этого учащимся с 5 по 8 класс необходимо собрать команду и подать заявку на официальном сайте Лиги инженерных соревнований. Школьникам предстоит разработать проект «Моста». Победу одержит команда, чей мост выдержит наибольшую нагрузку. Внутришкольный этап продлится до 30 октября. Лучшие проекты будут отобраны на районный этап, победители которого, в свою очередь, встретятся в финале. Всего, по информации организаторов, в рамках Сочинской школьной лиги планируется провести 52 мероприятия с участием более 6 тысяч человек. Сочинцы проверили знания экономики. Сегодня школьники, студенты и педагоги присоединились ко всероссийской акции. Написали экономический диктант. За ходом тестирования наблюдала наша съемочная группа. Когда в России была отменена помещичья собственность на землю, кто учредил вольное экономическое общество и когда произошла первая индустриализация экономики? На поиск ответа всего три минуты. Вопросы их в тесте 20, а также варианты ответов на экране. «Правильные» ученики Всероссийского экономического диктанта фиксируют на бумажных бланках. За партами – школьники, ученики старших классов, студенты и преподаватели. В этом году принимают у нас участие 150 школьников и 100 студентов нашего СУЗа. Также в Головном ВОЗе проводится тоже экономический диктант, только уже для студентов высшей школы и для преподавателей. Колледж – это одна из десяти площадок, которые в Сочи организовали для диктанта. Для сравнения, в прошлом году их было всего четыре. Количество участников образовательной акции тоже увеличилось в два раза. В этом году на вопросы тестов отвечали около тысячи человек. Цель диктанта, который впервые провели в 2017-м – определить уровень экономической грамотности россиян, а еще убедить, что знания экономики могут пригодиться в повседневной жизни и не только. Я знаю общество знаний, мне это нужно, это по моей теме, и хочется проверить себя, свои знания. В молодом учреждении нужно знать экономику, нужно начинать с чего-то. К примеру, с этого основного олимпиада, с этого диктанта – это уже шаг к чему-то новому. Я думаю, что очень важно в наше время саморазвиваться в разных направлениях и пробовать что-то новое, и особенно экономика. Сегодня по всей стране диктант писали на более чем полутора тысячах площадок в 85 регионах, а также в четырех странах – Таджикистане, Молдавии, Монголии и Белоруссии. А уже 27-го числа все желающие смогут проверить знания в географии. В этот день в пятый раз пройдет Всероссийский географический диктант. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня в Краснодарском крае важная дата – день освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. От их рук погибли 48,5 тысяч жителей края. Фашисты уничтожили 6,5 тысяч военнопленных. В начале 1943 года советские войска перешли в наступление. Освобождение Кубани началось с Отрадненского и Успенского районов. 9 октября 1943 года последних оккупантов прогнали с Таманского берега. С памятной датой кубанцев поздравил глава региона. Ожесточенные бои на земле и в небе над Кубани навсегда вписаны в героическую историю России. Губернатор отметил, что в этот день необходимо еще раз вспомнить подвиг ветеранов, тех, кто защищал и освобождал нашу малую родину. Война вошла практически в каждую кубанскую семью. Принесла тяжелые испытания, лишения. 500 тысяч наших земляков не вернулись с полей сражений. Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла, за мирное небо, возможность жить на цветущей и хлебосольной кубанской земле. Наш святой долг – всегда помнить уроки войны, подвиги отцов и дедов, передать память о них подрастающему поколению. Историки называют битву за Кавказ одним из переломных эпизодов Великой Отечественной войны. Именно это сражение стало конечной точкой в освобождении юга страны. Памятные мероприятия прошли и в Сочи. В Адлере митинг памяти состоялся в сквере у памятника погибшим в Великую Отечественную войну. Представители администрации, ветераны и школьники возложили к памятнику венки и призвали молодежь не забывать, какой ценой завоеван мир. А главное – поддерживать этот мир и быть достойными своих предков. Когда время решает все. В Краснодарском клиническом онкодиспансере номер один сегодня открыли новое здание регистратуры. Теперь поликлиника сможет принимать до полутора тысяч пациентов в день. Это почти в два раза больше, чем раньше. Новое здание осмотрела вице-губернатор Анна Менькова. В помещении два этажа. На первом установлены автоматы системы электронной очереди. Есть стойка администратора. В зале мониторы с расписанием приема врачей работает и звуковая система оповещения. А на втором этаже звонки принимают сотрудники колл-центра. Они ведут запись пациентов. Ежедневно операторы обрабатывают около тысячи звонков со всего края. Оборудована самыми современными технологиями, сберегающих технологий. Здесь, я думаю, будет комфортно нашим пациентам. Бесплатный Wi-Fi, возможность подзарядить телефон. Все это сделано для того, чтобы нашим посетителям было комфортно на приеме. Куратор соцблока оценил работу новой системы и пообщалась с сотрудниками онкодиспансера. Мы надеемся, что новая регистратура разгрузит это здание и все равно облегчит задачи. В некотором смысле, хотя бы видим и нарастание по онкологии, оно реально есть. Но в первую очередь связанное с тем, что у нас растет количество населения в Краснодарском крае. И за счет миграции, и за счет внутренней демографии. Это нормальные, естественные процессы. Но в любом случае рассчитываем на то, что это временное решение. Так или иначе, нам нужно совершенно другого уровня сегодня онкологическая клиника. Напомню, начать строительство нового современного онкоцентра на тысячу коек в Краснодаре планируют в 2021 году. Уже подготовлено техническое задание, началось проектирование. Определили и место под клинику. Ее собираются разместить на территории будущего медицинского кластера. В сочинской аптеке обнаружено почти 3000 единиц сильно действующих препаратов. Их продавали без лицензии. Сотрудники полиции изъяли из местной аптеки более 2000 таблеток сильнодействующего лекарственного препарата «Пригабалин» и 720 флаконов «Тропикамида». Их продавали без лицензии. Кроме того, установлены нарушения в учете препаратов. В отношении юридического лица, а также 33-летнего генерального директора аптеки, правоохранители составили административные материалы по части 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают выплату административного штрафа в размере до 200 тысяч рублей. Юношеская сборная Краснодарского края по тайскому боксу стала лучшей в России. Достичь таких результатов и получить первое место в командном зачете на спартакеаде учащихся удалось за счет побед сочинцев, воспитанников 10-й спортшколы. Пройдя сложный отбор, Давид Шумайлов и Артак Манукян в составе юношеской сборной Краснодарского края по тайскому боксу стали победителями 9-й летней спартакеады учащихся России. Турнир прошел в минувшие выходные в Анапе. Давид Шумайлов подтвердил свой высокий уровень спортивной подготовки. На спартакеаде он провел 4 боя, финальный был самым сложным, взяв победу в первом раунде. Во втором Давид сдал позиции, но в решающей схватке с представителем Дагестана оказался сильнее и выносливее. Как мог боксировал. Были травмы, но все равно через боль, через силу, волю смог победить. Всегда идти к новым победам. Этому девизу следует и двукратный победитель летней спартакеады Артак Манукян. На турнире он провел 3 боя и во всех одержал победу. Бои были достаточно конкурентные, особенно финал. На спартакеаду приехали не слабые бойцы, приехали изо всех регионов. Боксировал я. У меня было 2 москвича вместе, с которыми я боксировал в самом начале и финале. И 1 нагистанец. Так как я в прошлом году также одержал победу на спартакеаде учащихся России, и я хотел как бы утвердить свою личность и выиграть во второй раз. Так что подготовка у меня была намного жестче, чем обычно. К спартакеаде спортсмены готовились все лето. Ежедневные тренировки, кардио- и физионагрузки, упражнения на выносливость и, конечно, спарринги. Победы сочинских спортсменов помогли юношеской сборной Краснодарского края по тайскому боксу вырваться вперед. Подготовка проходила успешно благодаря сплоченному коллективу тренеров тайского бокса. Никто не остался в стороне, все помогали, давали ребят спарринг-партнеров, проводили совместные тренировки, проводили сборы, двухразовые тренировки. То есть это была утренняя тренировка, была вечерняя тренировка. В процессе случился старший тренер Касарского края, президент федерации тайского бокса Корненко Артем Михайлович. В процессе случился Нагбедян Руслан Нервантович, Саркисян Артем. Как бы все помогали. Сейчас спортсмены готовятся к новому сезону. В декабре они отправятся на краевые соревнования, где пройдет отбор на турнир между федеральными округами, а после и на первенство России. Татьяна Говоркова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. В горах Сочи можно бесплатно покататься на вейкборде. С 11 по 13 октября на территории верхнего озера курорта Розахутор будет в тестовом режиме открыт вейкпарк. Вейкборд – экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водно-лыжного слалома, акробатику и прыжки. В вейкпарке действуют две установки – для начинающих и для опытных райдеров с фигурами для прыжков. Для участия в бесплатных 10-минутных катаниях нужно предварительно записаться на сайте Роза Фитнес. Доска для проката, гидрокостюм, защитный шлем и жилет предоставляются. До встречи в эфире.